Хукет одна из тех точек на карте, что несомненно имеют романтический ореол. И потому что это другой мир, но главное из-за пестроты ощущений. Диковинная природа, тепло переходящее в жару, непривычная архитектура, ночная жизнь. Все это притягивает в том числе людей с запросами. Тем более, что у них-то куда больше возможностей, чтобы отправиться за счастьем на другой конец света. Конечно же, это идеальное место для богатых. Здесь достаточно быть миллионером в ватах и жить так, как будто бы вы миллионер где-нибудь в Америке, долларовый. Ну вот мы недавно были на вилле стоимостью 22 миллиона долларов. И когда мы туда приехали, вот это да, вот это стоит. Как говорится, у вас не будет второй возможности произвести первое впечатление. Состоятельных людей нужно изумить сразу, брать их теплыми. Климат внес свою толику тепла, люди свою. Есть слова какие-то общие, да, там, что такое идеальное место для богатых. А есть конкретные факты. Для богатых должно быть нормальное место жительства. Вот то, о чем мы говорим, это недвижимость, это отели крутые, там, пятерки, бутиковые отели, там, где только для богатых. Там, где, ну, цена отелей начинается, там, от, скажем, тысячи, полторы тысячи долларов в сутки, а таких очень много. Начинается от и доходит, там, до десяти тысяч долларов. Второе, это инфраструктура, это классные рестораны, классная кухня для богатых. Затем, то, что ты сказал, там, четыре марины, вот, для богатых, что привлекает. Четыре достойных, полноценных марины для яхт, на которых, там, пару тысяч яхт стоит, хороших яхт, дорогих яхт. Ну, вот, вот, в принципе, этого достаточно. Курортная недвижимость для богатых здесь есть, она прекрасна, она очень красивая, да, это прекрасные виды, это классное качество материалов, это очень аутентичный дизайн. И в этом смысле возможности масса. С какой цифры начинается дорого? Ответ у каждого свой. Но очевидно, что если вы ищете апартаменты или виллу по принципу еще шикарнее и еще дороже, на Пхукете нетрудно найти решение. Если, условно, по деньгам делить, то я так скажу, стандарт от 250, про виллы, да, сейчас говорим, от 250 тысяч долларов до, там, 350, да, вот так, наверное, там, 400, может быть. 400 до миллиона, там, до 800, наверное, тысяч, это будет вот такой премиум-сегмент. И от 800, там, и выше, это будет уже, ну, такое элитное жилье. В нашем проекте стоимость формируется дистанцией от или к пляжу. Квартиры, которые были в самом конце, в разрезе, если смотреть за квадратный метр, они стоили в районе 4-5 тысяч долларов. Прямо на пляже стоимость за квадратный метр 7-8 тысяч долларов. Требования к элитному у каждого свои, но есть универсальные. Думаю, вот расположение на первой линии понравится всем, или почти всем. Элитное означает, во-первых, расположение, то есть должно быть прямо на пляже, плюс сообщество, которое окружает. То есть не может быть каких-то тайских макашниц рядом, если это действительно элитный проект. Именно поэтому мы здесь создаем целое сообщество, то есть не только один кондоминиум. Пляжные клубы мировых сетей с Ибицы, дорогие виллы, пятизвездочные отели. Вот все это сообщество, это то, что создает элитный. Плюс, конечно же, сервис. Дорогой – это обязательно вид. Вид на море, вид на горы, расположение объекта. Дорогой – это обязательно наличие земельного участка. Желательно, чем больше, тем лучше. Дорогой – это обязательно уединенность. Про это, кстати, забывать нельзя. Состоятельные люди ценят возможность жить обособленно. Конечно, уединенность – это не про весь Пхукет, но, и мне это даже показалось странным, на оживленном туристическом острове есть пустынные места. В основном на севере. Вот море идеальное, пляж восхитительный и никого. – Шикарно! Это вот что? Что здесь должно быть? Ну, хорошо, вот есть бассейн. Бассейны, правда, красиво, да, безусловно, но они, в общем, так иначе есть везде. Вот что здесь еще? Что должно быть? Первое, самое главное отличие от всех остальных – это море. первая линия, никакой дороги, у тебя сразу выход к морю. Это вот самое главное. – Море. – Море. Это… Ну, а что еще может быть лучше? – То есть, вместо их живущей в лачуге, у моря живут шикарно, да, по-вашему? – Ну, да, да. – Ландшафтный дизайн. Во-первых, ландшафтный дизайн – да, это одна из главных вещей этого проекта. Я думаю, что компания, которая построила в Сансири, да, застройщик, у них хорошая команда дизайнеров, поэтому вы видите, как тут все бассейны есть. – Сделано красиво. – Красиво. Ну, что дальше из шикарного качества? Материалы, которые использованы, то есть у нас, например, ванных, в каждой ванной мы используем брамор, вся немецкая сантехника. – Все равно из Европы. – Да. – Европа, Европа. – Немецкая, американская, прошу прощения, колледж. Вы знаете такую компанию? Она американская, да, но… – Ну да, да, да. – Вот что такое дорого, дорого по-тайски, да? – Да. Ну, это еще не самое дорогое по-тайски. Это так, люкс-класс квартир. – Люкс-класс квартир, но не люкс-класс плюс. – Ну да, есть еще люкс-класс виллы, есть еще что-то люкс-класс, да? – Яхты. – Например, да. Первая линия почти всегда здорово. Впрочем, так ли уж обязательно проекту находиться непосредственно на берегу, чтобы считаться элитным? – Не, не обязательно. Это может быть с видом, видовая может быть недвижимость. То есть она может быть удалена за счет того, что она на холме находится, но она также будет элитной. На Пхукете роскошь можно найти и не у кромки воды. Ведь еще что особенно ценится – пространство, чтобы было где разгуляться. Три детали более всего впечатляют на этой вилле. Первый – это, разумеется, пространство. Вдумайтесь только, тысяча квадратных метров территория, 650 квадратных метров дом. Второе – это дизайнерские решения. Здесь богато, но естественно и гармонично. И третий – это бассейн. Нет, сам факт того, что он есть, конечно, не удивляет. На такой вилле не может не быть бассейна. Но это не большая ванна, а именно место, где можно поплавать 15 метров в длину. Не для мировых рекордов, но все-таки. А еще собственная артезианская скважина, провода, предусмотрительно убранные под землю, и территория – ваш небольшой, но персональный мир. Да, здесь нет вида на море. Зато есть непревзойденный вид на собственные владения. И вот опять прозвучало слово «вид». Пойдемте же искать его. Километр по петляющей дороге в конце нам обещают показать что-то совсем необыкновенное. И мы едем, едем, едем. Но про головокружительный подъем вы забудете в ту же секунду, когда доберетесь до места. На Пхукете много элитной недвижимости, и какой объект будет самым-самым сказать тяжело. Но я абсолютно убежден, что вилла, на которой я нахожусь сейчас, как минимум одна из, если не самая-самая. Прошу. Все это — и гостевой дом, и сумасшедшая отделка, и бассейны. Десятки миллионов долларов и миллионы импульсов вдохновения от тех, кто придумал такую красоту. Архитектор этой виллы — Лек Бунан. Величина мирового масштаба. И на эту виллу сюда приезжают не только туристы или потенциальные покупатели. Сюда приезжают студенты, изучающие тенденции мировой архитектуры из самых знаменитых вузов мира. Впечатляют и общие решения, и детали. Вот, например, это не шкаф, а своеобразный тайничок для бытовой техники. Элитная вилла — это обязательно большой участок земли. Это обязательно качественная постройка, качественные материалы. Это обязательно паркет на полу дерева, много дерева в интерьере. Ну, иногда бывает, конечно, и современный стиль, тогда немножечко отличается, хай-тек здесь тоже любят. Обязательно, практически обязательно вид на море. Клиентам с возможностями и запросами угодить очень трудно. Просто потому, что запросы эти могут быть слишком разными. Рядом с пляжем — пожалуйста. На холмах можно и на холмах. Качество — само собой. Большая территория — и это учтем. Вид сверху — хорошо, будет вам вид сверху. На Пхукете научились смешивать все компоненты в разных пропорциях. И это объясняет, почему за роскошью едут именно сюда. О, да. Я думаю, что да. Здесь есть такие виллы, такие объекты с такими видами шикарными, которые вполне себе для богатых. Просто эти дорожки не пересекаются со всеми остальными. Люди могут жить здесь настолько уединенно, что там никто никогда не будет знать о том, что они здесь находятся. Все остальное природа сделала. То есть первое — это природа, второе — это жилье, третье — инфраструктура. Вот так вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова